Тему урока Выполнить 10 письменных заданий за один вечер – это слишком много. Il y a trop de devoir pour le soir. А вот два выходных в неделю для многих людей вполне достаточно. Dans la semaine il y a assez de jours ferriers. К чему я завела этот разговор? К тому, что на данном уроке, оценивая объем или количество объектов или предметов, мы научимся заменять их конкретное число такими наречиями, как Вы уже заметили, что после этих наречий при обозначении количества следует предлог de. Далее необходимо запомнить, что в данных оборотах существительное употребляется без артикля. Множественное число существительного показывает только конечное согласное s. Или в некоторых случаях x. Посмотрите. Peu de pomme – мало яблок. Beaucoup de bateaux – много кораблей. Trop de gens – слишком много людей. Assez de pain – достаточно хлеба. Обратите внимание, что при таких продуктах питания, как хлеб, мясо, молоко, сыр, вода, которые нельзя посчитать постучно, s на конце не ставится. Например, Кроме того, если существительное следующее за данными оборотами начинается с гласной или немой h, буква e в предлоге de выпадает. Например, Il y a peu d'enfants dans la fête – на празднике мало детей. Son grand-père sait beaucoup d'histoire – его дедушка знает много историй. Il n'y a pas assez d'eau dans la carave – графине недостаточно воды. Таким образом, если вы не знаете или не можете определить конкретное количество людей, предметов или объектов, используйте наречия, речь о которых шла на данном уроке. Но только помните, что после этих наречий, определяющих количество, следует предлог de, а последующее существительное употребляется без артикля, но с буквой s на конце, за исключением особых слов. БОНЕ ЧАНСЕ!